С нами на связи Алексей Барановский, адвокат, представитель Съезда Народных Депутатов России. Алексей, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Да, доброго дня, доброго. Алексей, ну вот смотрите, если говорить, что репрессии в России, вот даже вот подписано, страшнее, чем при Сталине. Но так ли это на самом деле? Хотя мы уже понимаем, что вот к этому движется. Потому что речь же не только о каких-то явных, да, несогласованных действиях по мнению властей, явных протестах или каком-то инакомыслии. Но речь идет о вполне реальной истории, которая сейчас наблюдается. Я имею в виду вот эти доносы. А проверьте вот этого. А вот он, наверное, неугодный элемент. Написали, позвонили и так далее. Пожалуйста. Ну да, конечно, все движется к сталинским стандартам. Правда, вот в сюжете мы не отметили. Ну звучит страшно, слушайте, Алексей, сталинские стандарты, господи, это как ГОСТ какой-то, знаете, ужас. Ну, в общем, да, так все и есть. Вот в сюжете вы не отметили, но Владимиру Краморзе запросили 25 лет. Вот это самый настоящий сталинский стандарт. То есть такие сроки просто за то, что он критиковал режим, там, значит, был в оппозиции, никого не ограбил, не украл, не, значит, не убил, никакого, в общем, насилия. Просто критик режима 25 лет. Ну, вот это да, вполне себе такие сталинские стандарты уже на горизонте. Но им на самом деле еще есть куда падать. То есть вот мы сейчас видим, что репрессируют, значит, противников режима, противников войны, там, людей, которые покушаются на какие-то скрепы, значит, по сталинским меркам, по сталинским стандартам у них должно быть еще против национальных категорий. Да, по украинцам уже проехались, значит, помните, вот там были, значит, библиотеку украинскую, значит, закрывали, всех проверяют, значит, обладатели украинских паспортов, кто каким-то образом оказался, возможно, давно жил, значит, в России. Но еще есть куда стремиться, что называется. Рано или поздно, вот у меня прадеда расстреляли как поляка, значит, в Смоленске, потому что его родной брат был, значит, ксензом католической церкви. Этого было достаточно для того, чтобы в 37-м году расстрелять обоих. Так что путинскому режиму еще до стандартов Сталина еще есть куда падать, но, естественно, нужно возобновить смертную казнь. Без этого, как бы, ну какой же сталинизм, без вот узаконенных расстрелов. Поэтому все движется в этом направлении, но им еще осталось несколько козырей, которые, я думаю, они все-таки вынут в последний какой-то момент. Думаете, что к этому и будете идти? Ну, как бы, вы говорите о возобновлении действий статей и там смертной казни. Да, вот так оно и получается. Я хотел бы, знаете, спросить ваше мнение по поводу того, что, вот я уже не припомню, но несколько раз там, да, вот определяли социологи, а вот кто же является для россиян вот самым таким, самым классным, самым прекрасным, самым замечательным государственным деятелем или представителем там России. Ну и, как я припомню, да, Сталин там чуть ли не в первых местах он пребывал. Да, соответственно, эта модель вот сейчас, которая сталинская, используется на территории Российской Федерации и самим Путиным, да, это вот реальный такой специальный подход для того, чтобы эти действия возымели вот какой-то эффект, необходимый для сбережения нынешнего кремлевского режима. Ну, смотрите, система ГУЛАГа, вот этих бесчеловечных тюрем, она сохранилась со сталинских времен. Система КГБ, МКВД-ФСБ, она также сохранилась. Вот Ельцин там пытался что-то реформировать, и даже приоткрыли они ненадолго архивы, но очень быстро это все закрылось обратно. То есть система этого чекизма, она сохранилась полностью. Поэтому это такие инерционные институты ГУЛАГ и ЧК, что их не так просто, значит, снять с той колеи, по которой они идут. А умеют они только одно, перемалывать людей, репрессии в промышленном масштабе разводить. И вот Путин это только сейчас дал зеленый свет, и они занялись тем, чем умеют. Ломают людские судьбы, репрессируют. Теперь к этому еще добавилась война. Соответственно, в этот же молок попали военнопленные, поскольку украинских военнопленных также содержат в этих самых колониях от ГУЛАГа оставшихся. Поэтому вот такая историческая клеймона Российской Федерации, как правоприемники СССР и Российской империи. Только все это под сносно, иначе это невозможно уже реформировать, это можно только все снести и пытаться что-то строить заново. Алексей, давайте далее поговорим о цифрах. В России в 2022 году в полтора раза выросло количество приговоров за участие якобы в экстремистских и террористических организациях. По крайней мере, об этом говорится в отчете информационно-аналитического центра САВА. На такой рост, по мнению экспертов, повлияла война России против Украины. И за год российские суды вынесли 130 приговоров в отношении 264 человек. По статистике Верховного суда, по тем же статьям, только за первую половину прошлого года было осуждено 155 человек. Для сравнения, за весь 2021 год осудили 233 человека. Аналитики отмечают большинство приговоров, а 184 вынесены за материалы, размещенные в интернете. Но количество осужденных за высказывания вне сети выросло на треть с 17 до 24 приговоров. В их число попали агитации в тюрьмах, колониях, а также лечебных учреждениях, публичные выступления, а также разные выкрики на улице. Вот это интересный расклад. Алексей, а в каких условиях нынче, если говорить вообще о российском обществе, оно же и пребывает. Какие изменения, напомните, пожалуйста, приняли российские законодатели в рамках противодействия с любым инакомыслием? Как я понимаю, речь идет и о возможных статьях по дискредитации российской армии, каких-то фейках и так далее? Напринимали они там ворох всего, уже даже адвокаты не успевают отслеживать все репрессивные меры, которые вводятся и вводятся чуть ли не каждую неделю. Дело все в том, что... Для чего это делается? Во-первых, для того, чтобы постоянно поддерживать страх в обществе. Вот первая волна мобилизации закончилась уже практически, всю ее похоронили под Бахмутом. Сейчас ожидается всплеск активности военкоматов по мобилизации следующей волны. Как заставить людей идти на убой, хотя они уже прекрасно понимают, что шансов вернуться из Украины у них не очень много. Как заставить людей покорно идти на фактически заклание на свою смерть? Только постоянно поддерживая в обществе террор, ужас и страх. Чтобы страшнее было оставаться наедине с полицией, силовиками ФСБ и так далее, чем идти в Украину, а там вот это, знаете, авось. Авось не убьют. То есть тут точно ты по голове получишь от ментов и ФСБшников, а там, может быть, не убьют. Ну вот, чтобы вот такая вилка нехитрая была у российского обывателя, вот этот постоянный конвейер страх, он должен воспроизводиться, то есть наказывать за детские рисунки, за то, что, значит, на телефоне у тебя не та заставка стоит, за то, что ты там выкрикнул на улице. Ничего себе, какое преступление, представляете? Это вот анекдот стал былью, когда с белым листом выходишь протестовать, тебя задерживают, потому что это экстремизм. Вот система страха, она будет воспроизводиться постоянно, постоянно, потому что Путину нужны новые солдаты-смертники, которые будут безропотно умирать из-за его геополитические фантазии. Алексей, давайте далее поговорим о позициях адвокатского сообщества, правозащитного. Каковы они вот к этому времени? Суд Вежеевский оштрафовал местную юристку на 30 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации российской армии. На нее донесли женщины, которых она консультировала. Представьте себе, их родные завербовались в колонии, в так называемой ЧВК «Вагнер». И в разговоре с этими женщинами юристка несколько раз эмоционально высказалась о так называемой специальной военной операции. Все это, конечно, в кавычках. И те сообщили об этом в полицию. Защита указывала, что частный разговор трех человек нельзя признать публичными действиями. Однако суд решил, что беседа шла в адвокатском кабинете, куда может зайти любые желающие. Ну а значит, место это публичное. Но вот такой прецедент, по сути, позволяющий наказывать за бытовые разговоры. Ну Алексей, если говорить о возможностях вот сейчас адвокатов в России, ну вообще любых людей, которые могут оказывать, если, знаете, предоставлять, если не защиту, в рамках каких-то уголовных дел, но хотя бы консультировать. Получается, что и на них россияне не то, что не могут рассчитывать, но и, по сути, могут их подставлять, по большому счету. Ну смотрите, российско-адвокатское сообщество, оно вполне себе срез российского общества. Оно тоже расколото. Часть людей активно, часть адвокатов поддерживает специальную военную операцию, мобилизуется и благополучно их потом хоронят в Донецкой области и так далее. Уже неоднократно приходили сообщения, что адвокаты, которые решили, что они больше не адвокаты, а солдаты, поехали участвовать в СВО, и там погибли. Значит, другая часть адвокатов категорически не приемлет войну, поддерживает, защищает антивоенных активистов, вступает в различные вот эти репрессивные дела, которые мы обсуждали перед этим, и активно тем самым проявляет свою позицию. Большинство адвокатов, так же, как и большинство населения, это болото. Нас не трогайте, мы занимаемся там своей юридической практикой в политику, не вмешиваемся и так далее и тому подобное. То есть эта адвокатура абсолютно – это срез российского общества в целом. Что касается вот того меньшинства, которое антивоенно настроено и защищает, соответственно, оппозиционных активистов, то, ну, естественно, знаете, это такая уже паллиативная адвокатура. Когда ты не можешь вылечить, что называется, больного твоего подзащитного, больного, ну, фигурально, ты можешь только как-то облегчить его страдания. То есть адвокат нужен для того, чтобы поддерживать общение просто с обществом, потому что человека изолируют в тюрьме, у него нет доступа никаким новостям, у него нет информации о том, как его родственники, друзья, что вообще происходит. То есть адвокат выполняет функцию не столько, знаете, юридического защитника, хотя это тоже смотрит, чтобы там все было более-менее корректно оформлено, но он выполняет функцию коммуникатора, передает какие-то новости, передает сообщения, информацию. То есть это такая паллиативная помощь для того, чтобы человек, ну, просто не ломался, чтобы он помнил о том, что его поддерживают люди, что от него не отвернулись и так далее. То есть адвокатура сейчас сведена до такого уровня, потому что все кнопки, все, значит, в руках государства, они все закрываются только в одном направлении. Те, кто против, вот они оказываются либо в тюрьме, либо ходят их проведывать. Ну, смотрите, Алексей, эта история, она касается, конечно, и в целом сферы и культуры, да, как вы говорите, что адвокатское сообщество тоже срез, соответственно, и самого общества, но давайте далее о скандалах и в театральной сфере, вот на фоне войны России против Украины. Эти скандалы все чаще вспыхивают на территории Российской Федерации. Так в русском драмтеатре Улан-Удэ, да, возник конфликт, да, между актерами. Но его причиной вот этой скандальной ситуации стали идеологические разногласия во взглядах на развязанную Кремлем войну против Украины. Одна группа актеров открыто поддерживает так называемую, в кавычках, спецоперацию, а другие категорически выступают против. Несогласных с политикой Кремля, художественный руководитель распорядился не допускать в театр. Ну, Алексей, это вот тоже, да, вот такой определенный показатель. Кто ближе к кормушке, да, как бы культурной, общественной в целом, да, такой федеральной, тот и прав, да. Да, ну, грубо говоря, если там, я не знаю, там, Машков-Михалков, то у тебя все ок, да. Грубо говоря, если, например, там Илья Хиджакова, то у тебя могут возникнуть проблемы. Получается, здесь абсолютно та же история. Абсолютно та же история. История не осталось никаких, значит, социальных институтов или каких-то профессий, куда не дотянулось путинское государство. Потому что это тотальная слежка полицейское государство. Естественно, все находятся под этим колпаком, просто к разным, так сказать, людям из разных сфер применяются немного разные методы. Кого-то более жестко склоняют, значит, быть лояльными и послушными, кого-то менее, значит, жестко это делают. То есть понятно, что там, допустим, движение футбольных фанатов, их изначально очень жестко придавили именно физически, что называется, с помощью репрессий, посадок и битьем дубинками, да. А с деятелями искусства, ну, пока что еще миндальничают. Их более так деликатными способами. Но суть та же. Все должны быть лояльны и послушны, козырять, значит, путинским всем идеям, авантюрам и так далее. Но это тоталитарное фактически уже общество, которое вот, с чего мы начали, к сталинским стандартам, оно движется широкими шагами, да. Аксир, смотрите, вот в Госдуму из последних новостей, да, по сути, вот в той же конве, да, которую мы с вами вот так, да, характеризовали, действуют российские власти. В частности, вот в Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, которая предусматривает пожизненное заключение за госизмену. Об этом сообщил глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Василий Пискарев. Да, он уточнил, что вот это увеличение порогов наказания, во-первых, предусматривает его отбывание в учреждениях с особым режимом заключения, и, во-вторых, право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, и появляется не раньше, чем через 25 лет. Вот смотрите, да, опять же мы говорим о сталинских сроках, о таких сталинских ГОСТах, да, 25 лет, по сути. История возвращается на круги своя, говорим о тех же ГУЛАГах. Скажите, примут, как вы думаете, пройдет эта история? Да, легко. И это примут, и отменную мораторию на смертную казнь примут. Что спустят из Кремля, из администрации президента, то и примут. То есть им надо постоянно усиливать вот этот градус страха, уровень безнадежности, который ощущает общество. Поэтому, да, вполне себе, и это примут, и еще какой-нибудь чушь примут. Я не знаю, не ходить в сочетании желтых и синих цветов в одежде. Вот это наверняка надо принять отдельным законом и тоже установить лет 10 за то, что если у тебя желтая рубашка и синие штаны. То есть, ну, юридическому маразму, который выходит из Госдумы, никто уже давно не удивляется, и они могут принять все, что угодно. Да, и при этом сам кремлевский режим говорит о каких-то притеснениях русскоязычных, в частности, в Украине, хотя мы понимаем, как оно на самом деле. Да, по сути, этот каток кремлевский-путинский, да, он давит, давит любого, кто имеет другое какое-то мнение или занимается, боже, не побоюсь этого слова, инакомыслием. Алексей, а смотрите, если говорить о том терроре, о том страхе, который пытается использовать путинский режим для того, чтобы вот общество не расповясывалось. А если говорить о, знаете, вот таком еще возможном аспекте, вот мы говорили о предложениях, о пожизненном сроке, да, за госизмену, а есть и другая инициатива, которая, по сути, если будет принята и на уровне законодательства Российской Федерации, вот эта история, она позволит там прокурорам или судьям, да, прекращать какие-то уголовные производства, малые и средние тяжести, если, если подозреваемый, да, высказал желание участвовать, так сказать, в деятельности разных военных группировок или, знаете, так сказать, искупить вину вот этой войной. Да, получается, что таким образом они пытаются восполнить вот те потери сейчас на поле боя вот в Украине. Ну, конечно, любыми способами они пытаются... Ну, загнать, по сути, да, людей туда. Ну, просто осуждены те, которые вот Вагнер набирал, они уже были осуждены, да, а этих еще не осудили, но им сразу предлагают, а что, время теряется, давайте сразу туда. То есть, ну, это добровольно-принудительная мобилизация такая. А вообще тут, представляете, какие перспективы открываются? Ну, фиктивными уголовными делами уже никого не удивишь в России. То есть, надо 100 мобилизованных от этого района города. Вот 100 уголовных дел, из них, ну, человек 50 может схватиться за голову, ой, ладно, пойду я лучше в армию, да, чем в эту тюрьму, там, адвокаты, там, платить, родственники, там. А там, наоборот, мне заплатят, может быть, если я останусь жив. Ну, то есть, да, придумывать они будут все новые и новые способы, как людей отправить на убой в Украину. Ну, вот это суть, собственно, путинского режима, как уничтожать и свой народ, и народ Украины. Алексей, напоследок, а вообще-то, ну, получается, что в нынешней России нет вообще никаких возможностей как-то, я не знаю, давайте так, ну, выступать против, но я не имею в виду какие-то массовые акции, потому что они, ну, пока кажутся невозможными, да, в любом случае. Да, или вот это вот, как вы говорите, вот такое там болотце, вот главное не вылазить, и, в принципе, можно вот как-то, я извиняюсь за это слово, но все-таки там пропетлять или отпетлять, и вот главное, чтобы меня не трогали. Вот так получается сейчас? Ну, большинство населения абсолютно именно так и живут, но есть пассионарное активное меньшинство, да, действительно, уже закрыты все способы легального протеста, хотя они периодически возникают, какие-то одиночки, значит, такие выходят на пикеты и так далее, но все идет к тому, что люди уходят под полье, то есть молодежь создает какие-то сетевые структуры, вот в разных регионах, то военкоматы горят, то теперь уже и ФСБ взрывается в Ростове-на-Дону, там Владилен Татарский, значит, отправился к Кобзону на концерт. Кто это делает? Это делает российская пассионарная молодежь, та, которая ушла в подполье, те, которые понимают, что уже невозможно и нет смысла протестовать какими-то мирными способами, значит, остается только подпольная такая партизанская борьба, и вот она все возрастает и возрастает, акции становятся все более сложными и дальше будет больше, потому что, ну, знаете, русский народ, конечно, в тяжелом состоянии сейчас из-за чекистского вот этого ерма, но традиции борьбы с государством очень славные есть, это и народовольцы, и сэры, и те же большевики тоже умели революции делать, как мы знаем, поэтому это все потихонечку просыпается, и вот то, что подполье растет, и акции все чаще, и все громче, это уже очевидно, и дальше будет больше. Алексей, спасибо вам за разговор, да, хотя, знаете, говорить спасибо тоже, как бы, наверное, ну, сложно в этой истории, но все же благодарим за то, что присоединились к эфиру телеканала Freedom, за этот анализ нынешнего репрессионного режима, который сейчас возглавляет Путин и его свита. Благодарим, Алексей Барановский, адвокат, представитель Съезда народных депутатов России, был с нами на связи.